Павел Басинский. Подлинная история Анны Карениной. Читает Владимир Левашов. Эпиграф. Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман, тот самый, который я написал сначала. Лев Николаевич Толстой. В письме Страхову. Заранее приношу извинения перед дотошными читателями, которые, возможно, найдут в книге фактические неточности и ошибки, и уверяю, что они порой встречаются даже в самых строгих академических изданиях. От автора. Эта книга писалась сама собой. Я выступаю в ней не столько как писатель, сколько как преданный читатель романа Анна Каренина. На протяжении многих лет я перечитывал его раз десять, и каждый раз возникало странное ощущение, что я читаю другой роман. Скажут, обычное дело. С возрастом мы иначе воспринимаем те же книги. Но это не тот случай. Было время, когда я перечитывал Анну Каренину каждый год, проводя лето на даче, и каждый год чувство, что я читаю другой роман, меня не покидало. Едва ли за один год я сильно взрослел. Видимо, дело не во мне, но в самом романе. Однажды я понял, что это становится родом сумасшествия. Нельзя постоянно перечитывать одну и ту же книгу, каждый раз понимая ее содержание по-другому. На какое-то время я выбыл из этого спорта, оставив в покое роман и самого себя. Но потом снова к нему вернулся, и он опять затянул меня, как черная дыра. И снова я читал какой-то другой роман о каких-то других героях. Вот только один забавный пример. При перепрочтении романа я иногда обнаруживал, что у графа Вронского вдруг отрастала борода. То, что этот красавец рано начал пляшивить, я замечал и до этого. Но откуда взялась борода? Да, она то была, то ее не было. Вронский между моими чтениями романа жил какой-то своей жизнью, независимой не только от меня, но и, кажется, от самого Толстого. Когда хотел, отращивал бороду, когда не хотел, не отращивал или сбривал к тому моменту, когда я открывал книгу. Но борода Вронского — это мелочь в сравнении с тем, что я каждый раз по-разному понимал мотивы поведения почти всех героев этого романа. Они всегда оказывались другими и всякий раз противоречили прежнему пониманию. Я не знаю случая, чтобы какой-нибудь роман оставлял во мне такое же впечатление. И тогда я сказал себе, пора, наконец, остановиться и зафиксировать в своей голове какой-то один роман под названием Анна Каренина. Так возникла идея написать эту книгу. Она писалась сама собой, без плана, без концепции, без конструкции. Это лишь моя последняя версия подлинной истории Анны Карениной. Именно так, без кавычек. Это ни в коем случае не литература ведения. И эта книга, повторюсь, не писателя, а читателя. Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Сотни тысяч анн. Но я лещу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я фанатикам, подсевшим на этот роман, как главная героиня подсела на опиум, разобраться в своих личных Аннах, разумеется, не согласившись со мной. Памяти Анны Пироговой Недалеко от Ясной Поляны, на церковном кладбище в селе Качики, где находятся семейные захоронения Толстых, и покоится дед Толстого, мать, отец, брат Дмитрий, жена Софья Андреевна, дети, любимая свояченица Татьяна Андреевна Кузьминская и другие родные, есть одна скромная могила, которую никто из посетителей кладбища не замечал, пока возле нее не поставили табличку. Надгробие представляет собой скромный известняковый саркофаг, на котором выбито, под сиим камнем положено тело дочери поручика-девицы Анны Степановны Пироговой, жития ее было 32 года, кончина была 4 января 1872 года, поставлен камень убитыми горем ее матерью и сестрою. В этой полустершейся надписи смущает странный оборот «Положено тело». Не покоится прах, не нашла последнее пристанище, а просто взяли и положили тело. Но несведущий посетитель Кочаковского некрополя удивится еще больше, когда узнает, что здесь, на церковном кладбище, положено тело несчастной самоубийцы, покончившей с собой крайне жестоким способом, бросившись под товарный поезд. Тем самым она хотела отомстить своему любовнику, соседу Льва Толстого по имению, помещику Бибикову, у которого служила экономкой. Так что по нынешним временам называть ее девицей тоже странно. Но это XIX век. Не вышла замуж, следовательно, девица. Могила Анны Степановны Пироговой через «о» в современном варианте раньше писалась Пирогова опровергает убеждение, что на православных, а уж тем более церковных, кладбищах не хоронили самоубийц. Хоронили. Существовали разные исключения, чтобы обойти принятые церковью в IV веке правила святого Тимофея, архиепископа Александрийского, согласно которому самоубийц запрещено хоронить на православных кладбищах. Исключения делались, например, если самоубийство было совершено в состоянии душевной болезни или неосознанно, под влиянием аффекта, как сказали бы сегодня. Впрочем, следствие, которое было проведено после истории с Пироговой, вообще признало этот случай даже не самоубийством, а несчастным случаем. Хотя все понимали, что это не так. Большинство читателей Анны Карениной, я уверен, и слыхом не слыхивали об Анне Степановне Пироговой. Кому нужна эта 32-летняя девица, ни портрета которой не сохранилась, да и вряд ли он был, кто бы стал писать портрет экономки. Ни история ее жизни, кроме того, что она была любовницей Бибикова, ревновала его и бросилась под поезд. Между тем, именно Анна Пирогова подарила толстому сцену, которая является одной из самых сильных в романе, и которую мечтает сыграть любая мировая актриса. И играли. От Греты Гарбо до Вивьен Ли, от Софи Марсо до Киры Найтли, от Татьяны Самойловой до Татьяны Друбичи и Елизаветы Боярской. И каждая старалась сыграть это по-своему, максимально эффектно. Для актрисы броситься под поезд — это то же самое, что для актера произнести монолог Гамлета «Быть или не быть». Не думаю, что Толстой сам бы до этого додумался бросить молодую женщину под колеса товарного поезда. В русской литературе героини предпочитали топиться Лиза у Карамзина, Катерина Кабанова в Грозе Островского, Катерина Измайлова в Леди Макбет Мценского уезда Лескова. Все три произведения написаны раньше Анны Карениной. Кстати, в черновой версии романа тело героини тоже сначала находят в Неве. Но Толстой перечеркивает это место и дает железнодорожный вариант. Так в мировой литературе появился неожиданный новый персонаж — поезд. Река или яд, которым отравилась заглавная героиня романа Гюставо Флебера «Мадам Бовари», написанного двадцатью годами раньше Анны Карениной, персонажами быть не могут. Поезд может. В поезде мы впервые встречаемся с Анной, поезд ставят последнюю точку в ее судьбе. Если бы Анна Каренина утопилась или отравилась, или выстрелила себе в грудь, или повесилась, это было бы несравненно более слабым финалом истории ее любви. Все было бы не то. Ни один из вариантов так не поражает воображение, как сцена, где молодая прекрасная женщина позволяет многотонной громадине раздавить себя. В киноверсии 1948 года, где роль Анны играет несравненная Вивьен Ли, Анна даже не под колеса падает. Она стоит, гордо выпрямившись и широко раскрыв сияющие глаза перед идущим на нее и громко гудящим локомотивом. Повторяю, Толстой сам не додумался бы до такой сцены. Слишком уж радикальной она была по тем временам. Но вспомнил Анну Пирогову. Тогда-то и появилось имя героини Анна. До этого были другие варианты Татьяна, Анастасия и весь трагический финал заиграл другими красками, звуками и смыслами. Так частная провинциальная история, на которую в 1872 году обратила внимание только одна тульская газета, стала важной частью мирового шедевра. А несчастная девица, могила которой сиротливо приютилась рядом с семьей Толстого, своей смертью подарила вечную жизнь его героине, потому что без поезда нет и Анны Карениной. Поезд — зримое воплощение ее судьбы, рока, который преследует ее с самого начала романа. Когда я привожу своих друзей на кладбище в кочаках, я непременно показываю им это надгробие и говорю, здесь лежит подлинная Анна Каренина. Скудные сведения о Пироговой есть в записке жены Толстого Софьи Андреевны. У нас есть сосед лет пятидесяти, небогатый и необразованный, Бибиков. У него была в доме дальняя родственница его жены, девушка лет тридцати пяти, тридцати двух, Павел Басинский, которая занималась всем домом, и была его любовница. Бибиков взял в дом к сыну и племяннице гувернантку, красивую немку, влюбился в нее и сделал ей предложение. Прежняя любовница его, которую звали Анна Степановна, уехала из дома его в Тулу, будто повидать мать, оттуда с узелком в руке — в узелке была только перемена белья и платья — вернулась на ближайшую станцию. Ясенки, ныне Щекино-Тульской области, и там бросилась на рельсы под товарный поезд. Потом ее анатомировали. Лев Николаевич видел ее с обнаженным черепом, всю раздетую и разрезанную в Ясенковской казарме. Впечатление было ужасное и запало ему глубоко. Анна Степановна была высокая, полная женщина, с русским типом и лица, и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасива, хотя очень приятная. Записка Софьи Андреевны озаглавлена «Почему Каренина Анна и что именно навело на мысль о подобном самоубийстве». Написана она уже после публикации Анны Карениной в «Русском вестнике» и выхода романа отдельным изданием. Имя Анна подчеркнуто Софьей Андреевной. У нее не было сомнений, что именно Анна Пирогова подарила имя главной героине. Интересно, что в черновых набросках будущая Анна Каренина — Толстой еще только подбирал ей имя — тоже показана, как женщина полная и некрасивая, но приятная. Это потом Анна станет прекрасной, способной свести с ума не только Вронского, но и твердого моралиста Левина. Толстой не то чтобы дружил с Бибиковым. Они соседствовали, вместе охотились. Иногда Толстой приезжал к нему вместе с женой. Софье Андреевне экономка Бибикова была симпатична. После ее смерти она отказала Бибикову от дома. В том, что самоубийство Пироговой было обдуманным поступком, несмотря на вывод следствия, убеждают два факта. Перемена белья и платье в узелке приготовила для похорон и письмо, которое она отправила любовнику со станции съемщиком, и которое он не принял. Его текст приводит Софья Андреевна в письме к своей сестре Татьяне Андреевне Кузьминской. Вы мой убийца. Будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть счастливы, если хотите меня видеть, вы можете увидать мое тело на рельсах в ясенках. Здесь же Софья Андреевна отмечает, случилось около крещения. Крещение праздновалось в XIX веке по юлианскому календарю 6 января, а Пирогова бросилась под поезд 4 января. Анна Каренина покончила с собой в мае. Перед тем, как совершить этот поступок на станции Обираловка Нижегородской железной дороги, она посылает Вронскому записку в конюшни. Вронский страстный лошадник продает своих лошадей. Записка его не застает. Он уехал в имение к матери опять-таки по денежным делам. Записка возвращается к Анне. Она отправляет ее с тем же посыльным в имение графини Вронской и еще дублирует ее телеграммой, не думая о том, что телеграмма будет получена раньше записки. Потом едет в поезде на станцию Обираловка близ имения графини с тем, чтобы самой увидеться с Вронским, не надеясь на записку и телеграмму, в которых она умоляет его срочно вернуться. На станции она узнает, что в имение графини отправилась коляска с княгиней и княжной Сорокинами. Анна Каренина ревнует Вронского к молоденькой княжне Сорокиной. Здесь же ей передают ответ Вронского, где он обещает вернуться к десяти часам. Ответ кажется ей холодным и небрежным. Что произошло дальше, знают даже те, кто ни разу не читал роман. Так что история с письмом Пироговой любовнику тоже обыграна в романе, но в ином ключе. В записке Вронскому Анна признает себя виноватой. Пирогова винит одного Бибикова. Пирогова совершает самоубийство обдуманно, приготовив смену белья и написав любовнику мстительное письмо. Анна бросается под поезд, не вполне понимая, что она делает. — Где я? Что я делаю? Зачем? — спрашивает она себя, уже опустившись на колени перед колесами. До этого она отбрасывает в сторону красный мешочек. Он мешает ей опуститься на руки по ту сторону рельсов. Это дамская сумочка. Такие брали с собой дамы в путь на небольшие расстояния, зная, что в этот же день вернутся домой. Решение Анны поехать в имение графини Вронской, учитывая, что графиня ее люто ненавидит, как и она ее, было полным безумием. Мысль упасть под поезд приходит к ней после известия о Сорокинах и ответной записке Вронского. И еще накладывается воспоминание о работнике станции, который случайно погибает под колесами поезда, когда Анна приезжает из Петербурга на московский вокзал в начале романа. Анна Каренина уходит к любовнику от почтенного мужа, крупного государственного человека. Пирогова — бедная дальняя родственница и приживалка. И кончает с собой она не только от ревности, но и понимая, что ее место хозяйки дома, пусть и бесправной, теперь займет другая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова